Сегодня у нас третий выпуск телевизионной передачи «Моё телевидение», так назовём, да, так назвали. Значит, в прошлой передаче я опубликовал видео. У меня убедительная просьба, я это всегда буду напоминать, каждый раз. Во-первых, подписывайтесь, во-вторых, ну, лайки – это на ваше усмотрение, потому что это может вам и не понравиться. А в-третьих, делитесь с теми, кто имеет в основном отношение к искусству. Желательно, желательно. Но, впрочем, могут быть разные люди. Вы знаете, мне пришлось отфильтровать немножко. Дело в том, что… Подписчиков. Дело в том, что было где-то порядка двухсот. Но там, знаете, люди занимаются бизнесом, я их понимаю. Но я-то бизнесом здесь не занимаюсь. Моё телевидение посвящено эстрадной песне. Любой. Но профиль такой татарский, в общем-то. Я являюсь как бы связующим, поскольку я родился и прожил всю жизнь в Москве, вот. А у меня подписчиков много из Казани, там, из Башкортостана, из других регионов, вот. И получается вот такая вещь. Вот я, в общем-то, давным-давно начал ставить такой эксперимент над татарской песней в жанре татарской эстрады. А я пытался сделать песни татарские эстрадные в жанре таком более европейском. Понимаете, в чём дело? Потому что я был во многих странах и показывал, вот ради интереса показывал. И в Америке дважды был, и в Европе везде был. Показывал, вот ради хохмы так, знаете, скажем, татарскую современную эстраду. Всех там подряд. Салавата там, Ханью, Фархи. Всех-всех-всех. И это никак не воспринимается там. Знаете, отворачиваются от таких песен. Турецкие слушают, кстати говоря. Ну, там Тархан, допустим. Там это всё нормально, всё в порядке. Потому что турок много в Германии, допустим. А вот нашу эстраду, ну вот, ну никак. И на фоне этого я показывал свои песни, старые, там, 20-летней давности. А это воспринимается нормально. Вот мои песни, как ни странно, на татарском языке воспринимаются. И вот я начал этот эксперимент ещё с Ренатом Урагимовым. С моим другом ещё больше 40 лет назад. Я... Дело в том, что я-то воспитан на музыке совсем другой. Я начинал с джазовой музыки, причём серьёзно ей занимался. Потом Битлы пошли, Битлз. Вообще я отношу себя к поколению вяшников. Что такое? Это вокальный инструментальный ансамбль. Вот. Я прошёл небольшую такую школу, значит, ну и записывался с этим ансамблем. Весёлые ребята. Это ещё 73-74 год. Вот. Мои друзья, вот мой друг хороший, работал в поющих сердцах. Меня связывает очень многое с вокально-инструментальным ансамблем «Акварели». Они пели мои песни в программе. У них в репертуаре были две моих песни. Вот. Я их позже в передачах. Вот. Если вы будете подписываться на этот мой, так скажем, телевизионный журнал, то я вам очень многое могу рассказать. Потому что я работал с Ренатом непосредственно. С Осадулиным Альбертом, такой певец. В общем-то, довольно-таки известный. Вот. У меня в ансамбле. Потом я сделал ансамбль свой, «Байрау» в Москве. Напоминаю об этом. Потому что многие этого не знают. И могу рассказать очень многое об этом. Это история. Это всё случилось ещё в 86-м году прошлого столетия. Вот. Можно даже сказать прошлого века. Значит, Равиль Харисов, Персавид Сунгатурин, Хания Фархи, с которой я очень много песен написал. Я хочу рассказать как можно больше об этих людях. Потому что вот есть книги, которые я просматриваю, скажем, о Ханиетове. Призыв вышло. Там очень много неточностей. Там столько фейков. Того, чего не было вообще. И это всё я расскажу. Но в дальнейшем. На основе чего могут быть мои рассказы интересные? На основе ваших комментариев. Поэтому третий мой призыв, кроме того, что ставить лайки, делиться и подписываться, обязательно пишите в комментариях свои критические заметки. Потому что я буду давать вам материал новый. Новый материал, который вы же мне и будете присылать. И уже присылаете. И вот мы сейчас посмотрим. Сразу я запущу. Я не буду каждую песню давать целиком. Не будем, как говорится, отнимать ваше время. Просто фрагмент. Куплет-припев. 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 Для того, чтобы всё это сравнивать, обрабатывать в своём уме, в своих эмоциях. И писать, посылать мне в комментариях ваши критические заметки. Вот чего я хочу добиться в формате вот этой моей телевизионной передачи. Вот послушайте. Давайте посмотрим вместе. Три фрагмента дают. Причём последний поёт Бабкина. Надежда Бабкина. О ней попозже поговорим. В других передачах. Вот пишите просто ваши критические замечания. Почему Бабкина поёт татарскую песню. Просто пишите и всё. Она, кстати, ни одного слова по-татарски там не знает. Но поёт. Тупо. Берёт и поёт. Так. Запускаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Он упивается, он рад. Я верю, что ему это нравится. Но нельзя ли вот, допустим, то, что вы играете это сто раз подряд одно и то же, нельзя разбавить хотя бы какую-то другую мелодию, третью, сделать как бы вот такой набор и проиграть это всё за один момент. Вы же не обедаете так вот, поставили капусту квашеную и одну её едите. Нет? У вас там и хлебушек есть, вы там, допустим, ещё чего-то достали, суп поставили, съели, мясо. Кулинария чувствуете из разных блюд. А вы одну капусту едите, играете и капусту. Это капуста, это один плюс один. Вам это нравится, понимаю. А где здесь голова? Почему её нельзя подключить к этому процессу? Почему нельзя поинтереснее это всё сделать? И вот я с этим буквально везде сталкиваюсь. Буквально везде. Вот поэтому давайте договоримся, я буду связующим. Вот Москва, Казань, да? Я вижу это по-другому. А как я добился успеха, я вам расскажу. Успех был 20 лет назад. Ну, не 20, а 90. Наивысшей точкой вот моего ансамбля это была Ханья Фархи. Фархи, Халидулина я всё время называл, Ханиёша я её называл по-доброму. Да, она два года у меня работала. Она не спорила насчёт моей музыки. Нет, ей нравилась моя музыка, европейская, татарская музыка. Она внесла своё. Она деревенского происхождения, по-русски-то не очень хорошо разговаривала. Царство небесное, я её всегда помню. Вот. По-доброму всегда у нас всё. Она меня ревкатабы, ревкатабы, а я вот с ней вот так как-то у нас с ней сладилась. И все песни на бис. Все. Всё, что мы с ней сделали, всё на бис. Без всякого заднего бэк-вокала, как сейчас принято. Без всяких там костюмов. Там ходят стадами всякие какие-то вспомогательные люди, артисты, все. Я не знаю, кто у вас там режиссирует всё это дело, но это такое. Ой, ребят, простите меня. Этот шоу-бизнес вам на пользу не пошёл. Честное слово. Об этом тоже поговорим. Вот. Так что вот такие дела. Ну что, посмотрели, значит, давайте пишите. Я жду от вас критических заметок, как дождя в жару, в заску. Пишите. Мы это всё обработаем, посмотрим. Ну а в заключении я просто для понятия, опять-таки, вашего настроения. Вдруг вы мрачные, вдруг у вас какие-то свои мысли такие тяжёлые. Вот мы немножко вам разбавим. А разбавлять я буду какими-то своими работами. Вот. В заключении давайте это посмотрим и попрощаемся. Так что всего вам хорошего. А, вот ещё раз, о чём я забыл сказать. Комментарии пишите, пожалуйста, на русском языке, потому что смотрят ведь ещё и русский народ тоже смотрят. Мы дружись все должны. Ну, пишите на русском. Вот. Между собой можете общаться по-татарски, пожалуйста. А вот у меня, на моей странице, пишите на русском языке. Я-то пойму, если вы напишите по-татарски, но другие люди не понимают, к сожалению. Вот. И отворачиваются. А надо, чтобы как-то всем было хорошо. Ну, вот так. Поэтому давайте. Всего вам хорошего. С вами был Игорь Негода. А увидимся в следующую пятницу. Всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...